В формате отчета руководители городских предприятий и служб сегодня в администрации Бакана подвели итоги этих пяти рабочих дней. В городе строительный сезон постепенно подходит к пиковой отметке. Однако, помимо работы на объектах, у коммунального сектора есть и другие задачи. Началась рабочая встреча с результатов подготовки ко дню выпускника. Сегодня у ребят торжественное шествие по центральным улицам города и большой концерт на стадионе Саяны. Поэтому город выполнил весь комплекс мер к празднику. Говоря о других темах, руководитель спецавтобазы Павел Литвинов отметил, что дождливая погода значительно добавила нагрузки коммунальщикам. После осадков они промыли 110 колодцев, а также откачали за эти дни тысячу кубометров осадков после дождя. Кроме того, вновь меняется схема автомобильного движения в районе моста. Подрядчик продолжает ремонт въездной части в город. Об этом рассказал руководитель транспортно-технического отдела управления коммунального хозяйства и транспорта Семен Сычев. В данный момент мы подстроили светофор, но еще в течение 3-4 дней будем смотреть на потоки движения, где-то добавлять время, где-то убавлять. Будем регулировать еще. С подрядчиком мы разговаривали на этой неделе. Он планирует продвинуться, то есть в губ моста зайти, закрыть движение перекресток Абаканский коммунальный мост. То есть он будет закрыт до въезда и съезда с коммунального моста. До этого момента будет все закрыто. Помимо масштабных продолжаются и локальные дорожные работы. Ямочный ремонт бригады выполнили на нескольких городских участках общей площадью более 300 квадратных метров. Константин Наникин, Алису Анси, Новости.